Вот, так вот, дорогие друзья, дорогие друзья, самый прикол в том, самый, самый смешной прикол в том, что история продолжается, потому что появился чел, который сделал видос про того чела. Почему на ютубе так много нытиков? Понимаете, эта хуйня, она возникла из того, что один чел наныл, у него поднялся видос, теперь про него делают то, что, типа, хули он ноет. ...того, что увидел вот этот ролик. Думаю, вы видали видеороликов парочка, где люди жалуются на то, что ютуб хуесос, ютуб гондон, ютуб вообще несправедливая, уебище. Бля, эта история возникла из того, что чел на 200 просмотров поныл, и мне это кинули в дискорд, теперь у него 40 тысяч просмотров, и про него уже делают видосы, что, ебаный нытик. Смекеры начинаются и говорят о том, блядь, вот у этого человека залетело, а то у меня не залетело, какого хуя ютуб. Если быть откровенно с вами, мои дорогие подписчики, я тоже был таким челиком, но и я изменился, потому что у меня определённое мнение появилось, определённые понятия появились. И поводу моего видеоролика стало этот видеоролик, где чел говорит о том, что ютуб гниёт. Ну, блядь, я с ним не согласен, но давайте отключим все его тезисы, и я скажу своё мнение про ютуб. Донат в стим с самой низкой комиссией на рынке, карты батлнет и плейстейшн, пополнение мобильных игр напрямую, всё это и многое другое на донатов.нет. Лучшие цены, гарантия на все товары и куча халявы, донатов нет, донат есть. Купон со скидкой на первую покупку по ссылке в описании. Недавно у меня на канале вышел вот этот видос, идею которого я, грубо говоря, спиздил. Сделал я это по причине того, что увидел вот этот видос на 8 минут, смотрим. Я как гениальный человек, подумал, что ну блин, неплохая возможность спиздить потенциально хорошую. Сначала прикольный, прикольный голос. Только вот сколько собрал мой видос и сколько собрал видос этого автора. Не хочу быть чсвшной мразью, мой видос был полный хуйней, но видос данного человечка ничуть не лучше. Если он каким-то хуем наткнется на это видео, сорян, братан, без негатива, видос хуйня. Чтобы не быть голословным, просто объясню, что происходит в этом ролике. Мужичок на протяжении получаса унылым голосом не выговаривает букву R. В этом ролике автор просто ходит по кадрам из старой игры и описывает то, что на них видит. Пол, блядь, часа. В плохо обработанный или вообще не обработанный микрофон. Опять-таки, я не хочу казаться каким-то хейтером, который просто хуесосит другого человека, который потратил силы на ролик, вложил в него душу, наверное. Достаточно просто посмотреть на то, сколько раз... Бля, пацаны, это как тот мем с Алланом Вейком, нахуй. Вот он. Я написал сюжет для контрол. Вообще-то я... Напридумывал я хитросплетений. Сука, это буквально вот эта хуйня. Сука. Свой видос перематывали. Видос реально скучный и нудный. Но вот вопрос. Откуда тогда на нем 174 тысячи просмотров? Может быть, те претензии, которые ты говорил о том, что человек нудный, скучный, так вроде не работают. Та за претензии по типу плохой звук или плохая дикция, как у меня. Наоборот, это дает атмосферу видеоролику. Дает то, что, блядь, не можно над этим угорать, над этим смеяться, или человек поднимает себе настроение и ставит лайки и даст подписывается, потому что ему нравится такая атмосфера в видеороликах, что у человека, не знаю, еле бы говорит R. От этого смешно. От этого атмосфера видеоролика более веселая, при том, как бы оно серьезно не выглядело бы. Сам представь, если какой-то серьезный мужик делает обзор на скибеди туалеты, нахуй. С плохим звуком, с плохим атмосферой. Вася хуйня, блядь, я даже могу тебе дать пример. Дорогие камерамены, вы приготовите для вас, если знаем, что в видеороликах, я нахуй не знаю, пацаны, я... Я... Возможно... Я так, конечно, не 30-летие мужик, но по своей сути... Возможно, бог не приходит к нам, потому что он прячется, потому что боится того, что он создал. Можно показать своим друзьям? Ну, сам подумай, блядь, Майнкрафтский, видит туалеты, плохой звук, какая-то викторина, блядь. Ну, это... Если в голове об этом подумать, это так смешно будет выглядеть, я хуяю, блядь. И этот видеоролик собрал за 3 дня 1000 или даже больше просмотров. Давайте возьмем еще одного человека, который тоже жалуется, говорит, что Ютуб несправедливый, Ютуб хуесосый, Ютуб вообще говнеед. И это у нас пациент, по-настоящему Шэйдсоу. Каждый раз, когда я по-настоящему вкладываюсь и трачу на контент несколько дней, в итоге получаю ноль от бублика. Сейчас не ною, а просто ставлю вас в известность об этом. Заебало. Тоже было с видео, как стать успешным на Ютубе, но там еще можно объяснить... Потому что вы сами виноваты авторы, вы сами создаете ебический образ тому, что вот мой контент, что просто залетит нахуй на 500 тысяч просмотров, и я, блядь, соберу до хуя просмотров и до хуя аудитории. И самое прикольное, аудиторию плевать хотелось. Плевать хотелось, сколько ты времени потратил на этот видеоролик. И Шэйдсоу, который говорит о том, что вот я, ебать, сорался над контентом, я вот это делаю. И теперь часть этого конфликта. И вообще, эта тема, я все буду выкладывать, блядь, в видеоролик про похуйню, меня поебать, я не буду ничего не разбираться, и все эта тема, она разгоняет. Но я повторюсь, вы сами виноваты, вы сами создаете ебический образ того, как оно должно залететь, определенные цифры вы видите, а на самом деле нихуя не залетает. И Солик вроде даже дружит с Шэйдшем, если я не ошибаюсь. Не залетает или не забирает ту просмотр, которую ты хотел бы. Притом, как бы ты не старался над этим контентом. Но если ты контент-мейкер, и начинаешься с уместной контент-мейкер, извини, если ты сразу хочешь быть министром-бистом, и приходишь в Ютубе ради этого, я считаю, что тебе просто надо уходить. И каждый раз, когда ты... Я считаю, что тебе просто надо уходить. Не знаю, почему это так смешно. Если ты пришел, чтобы стать министром-бистом, я считаю, что тебе нужно уходить. С-с-с-с, почему это так смешно? Видишь такие просмотры, думаешь, бля, бля, Ютуб не сползлил, и ты такой, вроде ты всегда будешь выгорать от этого. Всегда, каждый день это выгорание будет. И это будет очень вредно для твоего здоровья. Но если ты будешь понимать, что это нормальный просмотр для ночной силы Ютубера, и это нормально, и иногда Твиттеролик залетает, иногда не залетает, и будешь более спокойно относиться к этому, тогда добро позовать Ютуб. К примеру, у меня есть Ютуб-канал со почти 4 тысячи подписчиков. Я могу это прямо сейчас вам перед экранами показать. Из-за того, что я всегда выгорал, из-за того, что просмотры не себя боялись те, которые я хотел бы, я сам виноват, потому что тупуем был, удалял видеоролики, скрывал. От этого статистика моего Ютуб-канала умерла. И, конечно, во всем этом я сам виноват, который нормально не мог реагировать на маленькие просмотры. Чтобы вы понимали, я под казом видеоролика получил по 10 тысяч просмотров, и когда видел, что видеоролик разы тысяч не собирает, я просто удалил этот видеоролик или скрывал. От этого я убивал. Ебачил перфекционист, типа, у меня ролика по 10к набирали, если ролик 10к не набирал, я его удалял нахуй. Ебать. Типа, ебачил перфекционист. Спасибо за свой канал. В этим видеоролик, на этим моим примером я хотел бы вам дать, начиная с Ютубером, как я, просто относитесь к этому нормально. Потому что вот просмотр, да, маленький. Ну, я начинаю с видеоблогер. По типу такого вы относитесь к своему каналу. Не относитесь, ебать, я сейчас, блядь, за год соберу дохуя подписчиков. Просто нормально отреагируйте на то, что просмотр, блядь, 10 просмотров собрал, и всё. И просто оставляйте, да, маленький просмотр есть, что нормально. А, да, ещё один совет дам, то, что каждый день выкладываете под видеоролик. Не каждый день, просто более активно введите Ютуб канал. Спасибо, спасибо, реально, много могу научиться. По тому видеоролику будет выкладывать, от этого Ютуб будет думать, ну, и нахуй, блядь, ты сравнил перспективный видеоблогер, который просто раз в месяц видеоролик гложет, и всё. Ах, это мне не надо, будет говорить. И всё, это нормально, это бизнес. Но, сэ, на этом видеоролик... Да это бизнес, дорогие друзья. Окей, если ты редко будешь выпускать видеоролики, тогда и редко будет там реклама находиться. А Ютубу это невыгодно. Это Ютубу важно то, чтобы ты был активным, хотя бы три месяца активным видеоблогером, и Ютубу заметил, ебать, классный чел, давайте я его буду продвигать, пойти вот так. Бля, у меня такое ощущение, как будто он мой стрим посмотрел, про этого чела, и оттуда про него узнал. О, привет. Чисто, чисто фразу со стрима. Первый, я могу взять этот Ютуб канал, который я собрал за 2 месяца, как сложно сказать, за 2 месяца, за месяц 200 подписчиков, просто потому, что я был активным. Потому что в конце ноября я начал очень активно выпускать видеоролики на Ютуб канале, и Ютуб заметил, ебать, крутой чел, и то я по хайп теме снимал, ДТО сыграл очень большой роли, и вот так я собрал такой просмотр. Прикольный, да? И самое прикольное, у меня зовут ебанская дикция, его ебанский звук, и все равно люди подписываются, людям все равно это нравится. Я думаю, вы все поняли, к чему я это верю. Вырезал момент, когда упал. Не делайте большое ожидание на какой-то видеоролик или на с... The Finals за Донбасс? Чего, блядь? На Ютуб канал, вот и все. А с вами, как всегда, был Фира, ставьте лайк, подписывайтесь на мой Ютуб канал. Я не буду с вами прощаться. Пока. Ладно, дорогие друзья, это, конечно, интересная тема, потому что это чел из Донбасс, а тот чел, судя по говору, из Украины. Очень интересный конфликт, короче, блядь, среди ютуберов. Вот, давайте поддержим челу, пацаны, может, с него тоже стрельнет. И мне просто интересно, чем эта ситуация может пойти дальше, пацаны. Давайте поддержим микрочелу. Идите, подпишитесь, поставьте ему лайк, напишите комментарий. Может, эта ситуация продолжится каким-то образом. Это будет очень смешно. Давайте продолжать этот цирк безумия, нахуй. Давайте поднимать рандомные каналы, чтобы мы не срались между друг другом. Мы будем возвращаться и смотреть, кто из них на друг друга юдос сделал. Это будет самая смешная хуйня на свете, потому что это берется абсолютно из ниоткуда. Я хочу создавать этого монстра, блядь. Я боюсь это видос включать, но ладно. Подпишитесь на мой твич канал, это очень сильно меня поддержит. И не забудьте подписаться на этот ютуб канал и поставить лайк, чтобы другие люди тоже видели. Спасибо, заранее. Ну, тебе, что ты делаешь, нахуй? Скажи мне, блядь, гандон, ебаный, блядь. Собачья сучка, блядь, ебаная, блядь. Силуха, нахуй. Я уже здесь на поле. Ааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа Ну, блядь, ёбаный в рот. На нахуй сосать. Убилай его так. Блядь, немного. На нахуй сосать. Не могу сказать, это сгол. Интересное название для нарезки геймплея. Сосать, твою хуйбал. Не, ну, по крайней мере, он сам записал геймплей, окей? Он сам записал геймплей, окей? Плюс-минус, иди нахуй. Описание. Я плохой. Улыбочек. Сосать, блядь, ёбанушки. О, да, да. Ебать, затошили нахуй. Просто пиздец, нахуй. Да, ну, блядь, здесь. А, а, соси, блядь, сучка. Соси, соси. А чё он хотел? На нахуй сосать, блядь. Ты просто ёбану ирает, пацаны. Моё обороны не порветы. Ну, мне плохо, блядь. А, блядь, патроны закончили. А, не верно, патроны закончили? Мне, пацаны, мне кажется, мы нашли YouTube Sensation. Мы нашли, мы нашли реально нового пьюдипайя. Ох, нахуй, я себе слэш. Да-да-да-да-да, я прикрываю тебе. А, сам спросил. Трахну, суку. Я по-пу-пу-пу. Опа, Настасья Пенис, сзади убили. Красиво, баная нахуй. Поздравляю эфиру, вы выиграли эту ебаную номинацию по названию. Иди ты нахуй. Бля, пацаны, я этот видос... Этот видос давайте тоже поддержим. Пацаны, послушайте меня, послушайте меня. У нас всех были видосы, которые мы не гордимся. Просто мне очень иронично нравится эта тема. То, что этот видос на 18 просмотров мы бы, нахуй, никогда не увидели. То есть вы бы никогда не увидели это. А сейчас этот видос на 18 просмотров, который записал школьник, который просто играл в The Finals, посмотрел 3600 человек одновременно на тест-стриме. Блядь, в какую залупу мы попали, дорогие друзья. Это просто... Блядь, пацаны, мне интересно, как это будет развиваться дальше.